Стры палачи заболят Ну а если утихнет гроза И воспрянет народец То толковый владыка прикажет Тот час кое-кому Бросит тряпку чумную тихонько В дорожный колодец Или просто без лишних движений Придумать чуму Пусть вечной жизни нет И все на свете смертны Придешь, потом уйдешь На том земля стоит Когда идет чума Дрожат цари и смерты И все же у чумы Достоинства Своей На этом месяце нужно рассказать какую-нибудь Оптимистическую историю Я сейчас попробую это сделать У меня есть добрая подруга здесь в Кливленде Собственно, благодаря ей я и имею возможность Проехать по всей Америке Я вот друзьям тут похвасталась Или пожаловалась Уж не знаю как Правильнее Дело в том, что у меня есть такая амбиция Написать книжку О том, как Американский Конгресс Боролся за права советских политзаключенных И первая часть этой книжки на самом деле уже закончена Она называется не только поправка Естественно, она посвящена в том числе и поправке Джексона Веника А что касается на вторую, деньги кончились И я решила, что я, значит, руки есть, голова есть Я прокачусь по Америке А потом на заработанные деньги буду честно сидеть в библиотеке Конгресса Где спасибо им большое, они мне дали потрясающий статус Я школа в юридической библиотеке Конгресса Но денег они не платят Почему я про это вспомнила? Потому что моя подруга Жанна Она рассказала о том, как много лет назад Это был конец 80-х годов Она приехала в Америку эмигранткой И она попала не в тот город, который она хотела Она хотела к брату Ее отправили в этот, как она сказала, чертов Кливленд И она ничего не понимала, у нее был плохой английский И брат ей говорил, послушай, иди общайся, иди разговаривай И дальше историю я расскажу Тут есть одно слово, которое вдруг, если кому непонятно Митцва — это, с точки зрения иудаизма, это благое дело Итак, песня называется «Бьюик» Он, конечно, из старый ржав И ломался неоднократно А из вашего гаража Уж не выйдет, вероятно Вряд ли он заведется сам А когда-то был популярен Древний бьявык, универсал Простоватый и честный парень Был такой же октябрь сырой Только как на другой планете Эмиграция День второй Помнишь, йогурт купила детям Хлеба сыра и сигарет Заглянула в мясной и вышла Полпособия раз и нет Но и с этим придется выжить Трудно, будто была легка Жизнь вчера оказалась вечной И для практики языка Разговаривай с каждым встречным Не отлынила и говори Ведь тебя и не так бросала Надпись видела на двери О продаже универсала Так иди И про то молчок Что не хватит И на колеса Встретил худенький старичок И давай задавать вопросы Дверь пошире он отворил И за рюмкой, и за чашкой Взял, да вдруг тебе подарил Боевую свою коняшку Этот жест передать слова Не способны, но раз так вышло То была у тебя Митцева Иммигрантов Новоприбывших Ждать на взлетной на полосе Как посланец судьбою данный В этот бьюик влезали все Бесконечные чемоданы Тридцать лет пронеслось уже Я с тобою в ночи пропью их Новый Ауди в гараже Потеснил, да потопный бьюик Пусть стоит, собирая пыль Сыплет гайки из всех креплений Этот старый автомобиль Эмиграции добрый гений Я не так давно пела эту песню в Германии И ко мне в антракте подошел человек И говорит, вы знаете, спасибо вам за ваш бьюик Дело в том, что когда я приехал в Германию Было примерно то же самое Денег нет, языка нет И я, говорит, захожу в супермаркет Стою, смотрю И вдруг ко мне подходит человек Который у меня спрашивает Ты недавно приехал по-русски? Да, он берет тележку Загружает ее, оплачивает И говорит, на 20 лет назад Мне сделали то же самое Отдаю долг Так что, в общем, человеческое Оно всегда человеческое Даже если эта история кажется Такой ханукальной сказкой Тут, наверное, имеет смысл Так немножко побежать назад И я сейчас спою песню Которая называется Песня о русских книжках Дело в том, что когда я езжу по белому свету У меня есть Я попадаю во много Большое количество домов И везде у меня есть код узнавания Я смотрю на эти книжки Которые почему-то у всех вас Стоят в том же порядке, что и у меня В трубке голос далекий Не ехали От болевших утрат Помню, ехали, ехали, ехали На восход, на закат По над облачностию переменною В города незнакомой земли Пересадочным городом венную Полукровки текали Оседали, врастали и старились Говоря на другом языке Только книжки по полочкам Ставились, как и дома в Москве Штемпеля на конвертах медалями За бесстрашную нашу любовь Как не чаяли и не гадали вы Что увидимся вновь Как хитиновым сброшенным панцирем Наши страхи валялись в пыли Когда ехали вы иностранцами В города, где росли Только всех нас и плохо пометила Прикусив, что компостер билет Я с тех пор не люблю Шереметьево Вход, где выхода нет Ну теперь надо какой-нибудь пакет рассказать Что я с удовольствием сделаю Несколько лет назад я собираюсь на гастроли в Израиле Мне звонит моя израильская импресария Говорит, Нателлочка, у нас такая алия большая Вы знаете, что такое алия? А половина бывших антисемитов Песня называется «Понаехали» Время, видимо, настало такое Больше спесь башба да скрепы не кормят И соседи, будь то гей или гои Хоть какие у себя ищут корни Не по сердцу, по карману таранка С каждым днем жития скудней на убоже Не хиляет больше тетка-дворянка И прадедушка купеть не поможет Рубль падает теперь не до смеха До костей уже пробрал холод зимний Надо корни отыскать, чтобы уехать И туда, где есть тепло и корзина Не тюремная, что помнит папаня А такая, где бы пайка досванной И родители все корни копают Что к земле поближе обитованной Было дело дурака наваляли Но замаливать грехище не вечер Я по набережной как-то гуляю И неспешно так идут мне навстречу Те, что съели бы вчера с потрохами Те, что к ночи шли походкой нетвердой Те, что каждый раз в лицо выдыхали Что ж ты ходишь тут в жидовская морда Что стряслось от уменьшения порции Что за чудо приключилось в природе Он вчера еще ходил в жидоборцах А сегодня в Магендовиде ходит Вот когда они теряют излишки Это их располагает к беседе Спросишь, ну антисемит, как делишки И привычно он ответит беседе Было бы выпить, что дочек похмелиться Тракт желудочный он сраму не имет Ой, ты, ой, если святая землица Всех обнимет, никого не отринет Коль выпало, прими, не кручинясь Что ж тут раз призатевать племенные Коль с двоюродными жить научились Так ведь эти в чем-то даже родные Сейчас еще одна такая личная история Много лет назад у меня была няня Она сидела при Сталине Хрущев ее выпустил И она навсегда сделала его мужчиной своей мечты И мне, которая появилась на свет Уже после того, как Никиту Сергеевича сняли Она всегда говорила Вот вырастешь большая, красивая, выйдешь замуж за Хрущева Жизнь моя, как вы поняли, не удалась Но Никита Сергеевич остался навсегда моим героем Как нетрудно лямку тянем Но однажды повезло Над казенными домами Над кандальными путями Солнце лысое взошло Отряхнем уже колени Память праха не зала Об ушедшим сожалея Выноси из мавзолея Предыдущего орла Все плохое забудем по девичьи А хорошее вспомним еще Дорогой наш Никита Сергеевич Незабвенный товарищ Хрущев Был шутом на ближней даче Списки смерти составлял Пел хвалы, да как иначе Нахимичил, напортачил Но Лаврентия погнал Не болтался, улабочил Делом партии горел Общей дурью заморочен Провелил не меньше прочих Но в двадцатый съезд прозрел Все плохое забудем по девичьи А хорошее вспомним еще Дорогой наш Никита Сергеевич Незабвенный товарищ Хрущев Коплю ласки, миску таски Ложку воли для невежд Он сорвал с кумиров маски Он стрелял в новочеркасски Танки гнал на Будапешт Вслед ему не скажешь плохо Пышный слабый не огреб Сколько сил зазрел, грохал Просто треснутый эпохой Как ботинком прямо в лоб Все плохое забудем по девичьи А хорошее вспомним еще Дорогой наш Никита Сергеевич Незабвенный товарищ Хрущев Сейчас будет еще одно посвящение Это история В 1943 году в Берлине Произошла крупнейшая массовая акция протеста Против нацизма Заметьте, 1943 год Это год, когда нацизм еще вполне себе зубаст И 300 немецких женщин Пришли к зданию К одному зданию на улице Розенштрассе Был порывавший сердце ужас Точно выстрел из ружья Было горе не вдохнуть, не поделиться И шагали эти вдовы При живых еще мужьях Вдоль по улицам воюющей столицы Говорили много раз Такую слабость проявлять Не настойно дочерей Арийской расы Но все больше их и больше И нельзя не замечать Этот марш еврейских жен Порозенштрассе Отрицающие смерть и разгоняющие цему Непогода и опасность Непочем им Их маршрут по Розенштрассе В пересыльную тюрьму Чтоб спасти судьбою данных Обреченных Как полицейский капитан Глядит в окно и в сотый раз По стеклю забарабанит Раздраженно Вот когда б неоднозначный Запрещающий приказ Он бы выстрелил в упор По этим женам Хоть и расовых законов Третий рейх не отменил К ним вопросов не имеет обвинитель Второй им благодарит За избавление А они у дверей стоят И требуют верните И стояли без надежды А потом принес апрель Чудеса ветхозаветного исхода Кто погибнуть не успел Пришли домой из лагерей Сорок третий год Германия Свобода Песня называется Краткий курс истории Какие дисциплинированные Никто не подсказывает Партии А как помер Наконец товарищ Сталин Так в стране и наступила благодать Убивать По разнарядке перестали Подоносом прекратили запирать Только выпустили всех Кто невиновен По делам клиня лихие времена Как восстание в Будапеште Реки крови Век свободы не видать Ни вам, ни нам И снова подъем с разворотом назад И снова вчерашние трубы Трубят Послушай, голуба Вчерашние трубы И двигай, куда говорят А как скинули товарища Хрущева Не простившись дали всех до одного И отдали предпочтение непрощеным Так и Сталин оказался ничего Не вернули в мавзолей То спасибо Но ругать его не стоит Больше зря Что уж толку говорить Про перегибы Если снова стали строить лагеря И снова подъем с разворотом назад И снова вчерашние трубы Трубят Найдется управа На тех своенравных Что в общем строю У них хотят А как помер наконец товарищ Брежнев И другие престарелые вожды Как мы верили, что мир не будет прежним Что свобода нас встречает впереди И краболу в новом мире мы читали И на митинги ходили всей страной И начальство с упоением ругали Ибо это было не запрещено Случился невиданный курс у страны И помыслы граждан отваги полны Идет перекройка, даешь перестройку И мы навеки верны А как союз однажды взял да развалился До сих пор не разберут по чьей вине Каждый третий гражданин собой гордился Что причастен к изменениям в стране А как и Ельцин в Новый год ушел из власти Надзирателя оставив над страной То-то было ликование и счастье Что здоровый, что не пьет и молодой Что имели, потеряли постепенно Демократия осталась неудел Молодой в Кремле сидит, увы, бессменно Хоть до Сталина пока не досидел И снова подверг с разворотом назад И снова вчерашние трубы трубят Не слушай, голуба Вчерашние трубы Тоску до разлуку твердят Балага колокольчики Я иду по дороге, глаза опустив Мой, мой, не прожит, но кончен И шаги повторяют простецкий мотив Это свякает мой колокольчик Эй, прохожий, молитва у меня поменит Задаваясь вопросом решенным По кому, почему колокольчик звенит И прикрыто лицо капюшоном Сколько раз мне казалось, что я ни при чем Если стадо, то пусть их погонщик Равнодушно торопит, на бой не убечем Вот тогда и звенеть в колокольчик Было время собою и миром в ладу Не жалел мелких денег убогим Только кто бы сказал мне, что сам попрыду С колокольчиком вдаль по дороге Эй, прохожий, молитвой меня поменит Задаваясь вопросом решенным По кому, почему колокольчик звенит И прикрыто лицо капюшоном И не то, чтобы я был трусоват или лжив Осторожен и в меру уклончив Так и жизнь пролетела А я заслужил колокольчик один Колокольчик Я страдальцев жалел и не лез на рожок Подчиняясь вельможам и судья Я считал, что поклон Это только поклон Из поклона меня не убудет Укращал по приказу и дух, и ай, плоть Лишь бы битым не быть и голодным Верю я, что строптивых не любит Господь А поклонное небо угодный Но теперь я ни шею, ни спину, ни дну Защищенный своим капюшоном Раступитесь, сеньоры, с дороги, а ну Прокаженный идет, прокаженный По тебе ли прохожий Веда запоет Будет толк твой страх Да и гольчат Капюшон прикрывает Уродство твое По тебе Голосит колокольчик Я думаю, что надо опять отмотать пленку назад Это будет баллада солдатей трубадури Это какой-нибудь такая средневека, таверна В углу сидит пьяный трубадур А к нему подходит пьяный солдат И начинают его учить жизни Послушай, брось ты эту лиру Она не щита, не кольчуга С утра случайная подруга Берет гроши, а не слова Что звон стремы спасенью мира Когда воздастся по заслугам Когда в ночи звенит упруга Последней песни тетила Я шел с войны по дороге Искал вино, а не куплеты Я взял кувшин за две монеты Мне не войти в кармане трех Я и тебе даю боги Ведь у тебя и двух-то нету Хоть и зовут тебя поэтом Во мне ты просто пусто брех Но голос твой глухой и строгий Во мне пророс травою сорной Меня залил тоскою черной Давно проигранных боев Во мне твои звучали строки Я шел с тобой тропой уторной Я как-то дожил до сих пор Но мне не хватало этих слов Я все прошел Я все отдам коня и латы И свой кошель пустой и тощий Мой старый мир куда как проще Тут кровь меняется на медь Не сотвори меня крылатым И не зови меня на площадь Где ветер флагами полощет Чтоб завтра смерть мою воспеть Послушай, брось ты эту лиру Послушай, брось ты эту лиру Знаете, среди моих друзей есть Удивительно интеллигентные люди Вот двое из них сидят в зале Я знаю, что они никогда не попросят Но я спою эту песню В начале 20-х годов В Россию из эмиграции Возвращается писатель Марк Соболь И пишет потрясающий рассказ Который называется «Когда цветет вишня» Потом в 24-м году он при очень Странных обстоятельствах погибает А песенка называется «Персияночка» Что за карты? Да нагадали мне Вкус постылых, несытых губ Подарь сонную, свечку сальную Трубы черные на снегу Жеребцами деревню топчете Одуревшие от вина Вы усов не крутите, хлопчики Атамановая жена Как неночно свинчается Одного у постели моей свеча Что, глядите, скажу хозяину Не помилует, скрича Я умею смотреть, как вешаю Не дрожа, прикусив губу В круговерти российской бешеной Закрутила мою судьбу Только смолкли разрывы частые Как в январской глухой ночи Ворвались к нам в квартиру Красные Где тут доктор? Давай лечи Мой отец перевязки сделал Оказалось, что был неправ И его Через месяц Белые Расстреляли Не разобрав А потом Офицеры Пьяные Для табачного Дыма Синь А потом Не хочу обманывать А сказать все, как есть Нет сил И везет меня В легких Саночках Сквозь Кровный Густой Туман Белокураю Перстьяночкой Смертью Пахнущим Атамом И текут Рекой Речи Встарные Беспощадной Его Любви Его Руки Отгари Черные И По Локоть За ним В крови Вот И все И о чем Загадывается Но Порой Я молюсь В ночи Чтобы В петлях Болтались Рядом Вы Красно-белые Палачи И Каждый Букол Лосиновый И Тебе Ненаглядный Мой Чтобы Плыл Только Звон Малиновый Над очищенной Землей Помню Радостный Звон В Утренний В Час Когда Еще Город Спит В Горло Лезет Осадок Муторный И Уже не спасает Спир Свет В Мой В В В Браво Спасибо Щас дорогие друзья будет смертельный номер потому что я понимаю что тема которую я затрону она возможно для многих из вас актуальна поэтому назову я нейтрально если соберется сбить тряпками после концерта чтоб лицо цело было Песня называется «Проблема выбора». 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 Песня называется «Проблема выбора. Песня называется «Проблема выбора». Песня называется «Проблема выбора. Песня называется «Проблема выбора». Песня называется «Проблема выбора». Песня называется «Проблема выбора. Песня называется «Проблема выбора». Песня называется «Проблема выбора». Да и погиб, большой вопрос Годы щелкают костяшками по счетам Лев Абрамчунов грустит не просто так Арестованы врачи от чего-то Он считает, что тревожный это знак Во дворе его же дом назвали дети Страшно прямо-таки по улице пройти Отравители, отравители, отравители Написано в газете Евреям целых шесть из девяти Тут нацелились не в лоб, но очень близко Жена в слезах за шкафом капли пьет И на лестнице сказала паспортистка Что пора в тайгу бы выселить ее А соседи ничего не говорили Но под супом молча выключили газ Если правда, если правда Если правда сообщает, отравили Пусть готовят у себя, не возле нас Впрочем помер фараон весне дорогу И Абрамчунов с соседем лучший друг Все поют невинного товарищ Коган Намутила эта стерва Тимошук А Лев Абрамович крает, как прежде, брюки И машинка, и печенье на столе На занозистом полу На занозистом полу играют внуки Им сидеть еще в отказе десять лет Крысолов Посвящение детям Беслана Город спит, как будто бы в темноте Руки улицы распластал Крысолов Давай води детей Пока день беды не настал Пока боли нет Пока дремлет зло Пока новый день впереди Пока спит отчаяние Крысолов Уводи детей Уводи Уводи детей Хоть на край земли И во следы взглянуть не сметь Уводи Пока их не увели В школьной форме В строю На смерть Уводи Хоть выплаканы Глаза В самый лучший Вне школе Класс Но не в те края Где спортивный зал Превращается В апельплац Уводи Детей От знакомых Стел развороченных Пополам Уводи От месива душ И тел От беспомощных Пап и мам Уводи И тех Кто остался жив Уводи Скорей Не щади Им не надо Слушать Как заблажит Чин в погонах На площади И мне надо Ненависти Чужой На себе Познавать Закон Им нельзя Стыдиться Мол Ты живой Почему же ты А не он Но Води Детей В незнакомый Мир Где ни властны Ни кровь Ни ложь Крысолов Ну что же ты Черт возьми Свою дудку Не достаешь В 1940 году У ворот Японского консульства В Каунасе Стояла огромная толпа людей Это были евреи Бежавшие от нацизма Согласно законам Советского Союза Которой Каковой На тот момент Уже являлась Территория Каунаса Этих людей Должны были Отправить обратно И единственный способ Избежать этой судьбы Был получить Транзитную визу И они обращались К каким-то дипломатам Никто не хотел связываться С набирающим Мускулы Диктатором И тогда Кто-то из них Предложил Обратиться К консулу Японии Тиуна Или Симпо Сугихари Который Будучи дипломатом Страны Вступившей во вторую мировую На стороне фашистской Германии Запросил свой МИД И понятно, что МИД Ему ответил И Сугихара Начал действовать На свой страх и риск Песня называется «Путь самурая» С ними просто С ними все предельно просто Им и правда Больше некуда бежать На земле Уже бывали Холокосты Только слова Не успели Подобрать Вся Европа В ожидании Пожара Безответно Нет спасения Нигде А японский консул Симпо Сугихара Что ему до этих Плачущих людей Вот застыли Они будто И не дыша Там в окне Не поднимая головы Ах, как медленно он пишет Ах, как медленно он пишет Ах, как в сутках Мало времени Увы Это дело А не подвиг И не вызов Двадцать строк И три печати На листок Консул только лишь Выписывает Визы На транзит В советский порт Владивосток И когда Уже листок Проштым пелен Он советует Непрошенным гостям Как пароль Под задним пол Всего два слова Не забудьте их Сказать Моим властям Солнце Входит В красный круг Над белым флагом И надежда Просыпается В глазах Вот еще одна бумага И еще одна бумага Право выжить Он не в силах Отказать Как пирог Литвой Польшу Нарезает И в затылок Дышит порохом Война Он выписывает Визы На вокзале И бросает Из вагонного Окна Вот Торосильщики С вещами И назад Тихонько Двинулся Берон И кричат Ему В догонку На прощанье Эти самые слова Банзай Непон Он познает Из обменья И Аполу Но скажите Кто-нибудь Со стороны Это много Или мало Это много Или мало Пара тысяч Не увидевших Войны Спасибо Точное количество Выездных листов Которые выдал Праведник мира Симпа Сугихара До сих пор неизвестно В еврейской семье Могло быть И двое И двадцать два Человека Но когда В 2006 году Его вдова Юкика Была у стены плача К ней Подошел ребенок И подал ей записку В которой было написано Госпожа Сугихара Благодаря вашему мужу Сегодня на земле Живет около Пятидесяти тысяч Человек Обыкновенный марш 1968 год Советские войска Входят В Прагу Зачем Жуя Тебе Тоска Безмерная Тоска Но где-то Там Идут Войска Какие-то Войска А в них Ни муж Ни сын Ни брат И даже Ни свояк И сам Он там Шагать Не рад Возможно Это там И ты В их поступе Чужой Как видишь И ни при чем На черта Ты Вступаешь в строй И не вырванив Причем Зачем Плечом Подвинув строй Выкрикиваешь Стой Ни бог Ни царь И ни герой Ни сколько Ни герой Ни конформист Ни фарисей Ни жулик И ни вор Зачем Идешь Не так Как все А им Наперекор Там Впереди Ни трон Ни мед А цепь Тюрьма И грязь На это Кто с тобой Пойдет Бок о бок Не боясь Но ни за славу Ни за грош За муку И беду Один сказал Ты что Идешь Давай я Пойду Пусть И невеликим Большинством Но истина Верна Что вся Страна Без одного Уже не вся Страна Друг друга Чувствуя Спиной Ни вдруг Ни сгоряча Они пошли Сплошной стеной За тех Кто промолчал За тех Кто знал И полагал Что он тут Ни при чем В укор Друзьям Назло Врагам Подвинув Верплечом И вслед Глядели Под лицы Злорадства Не тая И были Среди них Отцы И были Сыновья Там были Сестры Мужья И дочь И мать И брат И где тут Чей И где тут Чья Уже не разобрать А сколько Через много лет Припомнить имена Довольно Чтоб ответить Нет Уже не вся страна Глухой Порой Лихих годин Часов ускорить Бег В поле Способный Не один Но восемь Человек Никого не спросить Отчего Почему Глянет в небо За выстрелом Выстрел Эта прежняя Жизнь Убегает Во тьму Так обыденно Страшно И быстро А в Турбинской Гостины В забытый уют И сервиз В золотистой Каемке И на зло Кононаде Опять запоют А про дачников Дачницы Съемки И конечно Нельзя Никому Умирать Хоть торопится Горестный Вестник И пока Не приходит Никто Отбирать Ни посуду Ни жизни Ни песни Все что Будет потом Это будет потом Но уже не боюсь Ощущать я Как теряет тепло Мой безроботный дом Как ветшают слова И объятья Все что будет потом В тараканье бегу По планете к себе От себя ли? Все что в кремовых шторах На дом берегу Так бессмысленно Мы потеряли Сколько мы Кацанам По далеким морям Сколько встреч Берегами чужим Золотая Елена Пойдет в лагеря Не склонив головы Перед ними Сколько гордых И сильных На том рубеже Изломает Лихой Непогода Сколько Светлых умов Из России уже Философские Ждут Пароходы И последний куплет Отпоют юнкера Эпитафию Бывшей отчизне А в театре потом Будет хлопать тиран Наши пьеси Загублены Жизни Здравствуйте Дачники Здравствуйте Дачницы Съемки у нас Уж давно Начались Сейчас мы сделаем перерыв Но прежде чем мы его сделаем Я спою песню Которая называется Выживший А надо сказать Что вообще Тема Холокоста Моя больная тема И несколько лет назад Я писала очередную песню О Холокосте И тут я узнаю Что замечательный музыкант Юрий Абрамович Башмет Подписал очень подлое письмо И я посвящаю эту песню ему Как говорится Чтобы помнили Не судить Тимоню строго Он угрюм и одинок Хоть и был скрипач от Бога Только Бог не уберег В наругавниках конторских С вечной скрипочкой в руке Знали все его в шахтерском Невеликом городке И когда евреев гнали Немцы в рощу на расстрел Скрипку в старом одеяле Он бросать не захотел Шел в колонне слабый жалок Только вечность впереди Внука за руку держал он Скрипку нес, прижав груди И какой-то в черной коже Ухмыляясь произнес Скрипку ты принес, ну что же Так играешь, коль принес Будь нам весел, будь нам звонок Как на танцы в Новый год И за это твой жиденок Может быть живым уйдет Он не знал своей ошибки Как в Египте петь рабам И звучала громче скрипки Автоматная пальба Пальцы бегали проборно Вел мелодию смычок И внучок стоял покорно Перед черным плачом И рука по струнам снова И нельзя глядеть назад Всем был общий уготован А ему отдельный ад Полицай сказал тихонько Тут ни цирк и ни кино Зря ты мучишься, Монька Парня грохнут все равно Так и было, так и вышел Страшный сон до наяву Мальчик сгинул, но не выжил Пролежав три дня во рву Глядя в небо взором шалым Он все время повторял Ну зачем же я играл им? Ну зачем же я играл? Спасибо большое, друзья мои Сейчас перерыв Для тех, кому очень хочется Бессмертного творчества Оно есть в нескольких видах Есть последний альбом Есть предпоследний альбом И есть три вида флешек На одной из флешек Два последних альбома На другой четыре первый И две флешки На которых все мои альбомы И все, что на флешках Сопровождается текстами Так что милости прошу Продолжение следует...